Всем привет! В эфире новогодняя программа Охотники за лайками. В этом выпуске мы вам расскажем, куда пойти на новогодних каникулах, чтобы здорово провести время. Вы готовы? Тогда мы начинаем! Если вам надоело сидеть без дела и послили все, что было на новогоднем столе, самое время заняться спортом. Мы пойдем в спортзал? Нет, я предлагаю вам удивительную вещь, с помощью которой можно хорошо провести время и взлететь. Так что вы будете прыгать от радости. Вы еще не поняли, про что я? Тогда берем друзей, хорошее настроение и бегом в батутный центр. Александра Маротти побывала в одном из них. У многих из нас батут ассоциируется с веселым аттракционом для детей. Но сегодня мы попробуем познакомиться с ним, как со спортивным снарядом. В 30-е годы прошлого столетия американец Джордж Ниссон натянул в цирке огромную сеть, чтобы ловить выступающих на трапециях. Гимнастам падать понравилось, оказалось, что это не страшно. Идея не нова. Раньше подобным образом развлекались эскимосы и индейцы. Сегодня любой желающий может испытать радость полета. Для этого достаточно посетить батутно-акробатический центр. Когда заходишь в зал, трудно определиться, с чего же все-таки начать. То ли с батута, то ли попробовать выполнить легкие элементы на гимнастическом ковре. Но нет, любая тренировка начинается с разминки. А вы как думали? Если не разогреть мышцы, можно получить травму. После разминки можно приступать к усердной работе. Если вы считаете, что у вас сразу получится повторить за тренером, вы ошибаетесь. Для того, чтобы сделать сложные элементы, необходимо научиться работать с лонжи. Это два блока – веревка и пояс, который крепится на пояснице. Так тренер страхует прыгуна. Вот и наше первое сальто. Не докрутим – не страшно. Тренер удержит тебя на лонжи. На батуте задействованы все группы мышц. Дыхательная система очень работает хорошо. Это большой заряд энергии, положительных эмоций. Ну и плюс физическая нагрузка идет полноценно. Когда новичок спокойно делает трюки со страховкой, можно попробовать и без нее. Что, совсем страшно? Не бойтесь, смотрите. В руках у тренера гимнастический мат. Это тоже страховка. Если есть шанс приземлиться на голову, тренер успеет кинуть мат на сетку и спасти прыгуна от травм. Даним занимается в центре несколько месяцев, но уже уверенно чувствует себя на батуте и умеет выполнять некоторые акробатические элементы. Почему же человека тянет прыгать вверх-вниз? Ученые отвечают на этот вопрос так. Потому что вырабатывается гормон радости. Именно поэтому детям так нравится скакать на кровати. И не важно, сколько вам лет и какой уровень вашей подготовки. Батутный спорт может дарить радость полета и не требует специальных навыков. Я не удержалась и тоже же слетела на батуте. Это буря эмоций, непередаваемые ощущения. Если вам скучно дома на каникулах, приходите в батутный центр. Лена, с чем у тебя ассоциируется новый год? С елками, с подарками, с вкусняшками. А еще когда я была маленькая, у нас стояла настоящая елка и я с нее ела конфетки. Слушай, интересно, а какие у ростовчан детские воспоминания об этом празднике? С чем у них ассоциируется новый год и какую елку они предпочитают ставить у себя дома? Какие у вас ассоциации с новым годом? На новый год, да, снег, мандарины, желания сбываются, шампанское обязательно, оливье по-любому, целованна, чтобы была. Плюс фильмы, то, что новогодние все. Веселье, радость, можно поиграть в снежки. Это что-то такое таинственное, прекрасное, будоражит душу и кажется, что еще будем жить еще лучше и лучше. Мандаринки, шоколадки, сессия. Какую дома елку будете ставить, искусственную или настоящую? Ну, конечно же, настоящую, чтобы был хвойный запах, как положено, игрушки, конфетки, мандаринки. Конечно, настоящую, потому что именно настоящая придает такое новогоднее настроение. Настоящую. Настоящую. Потому что от нее вкусно пахнет. Это всегда... И когда насыпется, идешь такой, идешь... Да. А, прям вот половина всего тебе в ноги лезет. Это очень приятно. Незабываемое чувство. Конечно, настоящая, она пахнет. Поставлю искусственно, вообще, соображение денежное. Ну, и хлопот меньше уже, возраст такой, что собирать, убирать, подметать. А то поставил, убрал и все. Самые яркие воспоминания с детства у вас? Наверное, выступления на коньках новогодние. Когда я настолько билась мандаринов, что на 1 января у меня такой был диатез сильнейший. Что потом я 10 дней не то, что не могла их есть, а не даже смотреть не могла. Это просто была такая боль. Как мой папа переодевался с Деда Мороза и дарил мне игрушки, какие-то подарки. В прошлом году я катался на санках с моим лучшим другом и навернулся в открытый люк. Когда на каникулах становится совсем скучно, приходит их время. Настольных игр. У вас нет дома игр? Тогда пойдемте с нами в необычное антикафе, а точнее настоящий кошкин дом. И поиграем, и котов побалуем. В Ростове тысячи интересных мест на самый требовательный вкус. И обойти их все практически невозможно. Сегодня мы вам расскажем про кафе, где можно замечательно провести время с друзьями за настольной игрой. И в компании кошек. И в компании кошек. Кафе предоставляет возможность посетителям не только играться с кафе, но и в компании кошек. Но и множество интересных игр и сладостей с чаем. Кстати, об играх. Не пора бы нам сыграть в некоторые из них. Уна. Это карточная игра, которую изобрел Мерлом Робинсон в 1971 году. Цель игры элементарна. Каждый игрок, получивший в самом начале партии 7 игровых карт, должен в течение раунда первым от них избавиться. Карты выкладываются на игровой стол по определенным правилам. Как только один из игроков остается без игровых карт, то и скидывает их все на игровой стол. Раунд завершается. Монополия. Это классическая настольная игра, обучающая торговле недвижимостью. Передвигаясь по игровому полю, игроки покупают и продают недвижимость. Возводят дома и отели. Расплачиваются за аренду и получают зарплату. Берут суду под залог имущества и заключают сделки друг с другом. Победителем считается тот, кто первым разбогатеет настолько, что сможет, скупив всю недвижимость, приобрести собственную монополию. А вы знаете, что самая продолжительная партия игры в монополию длилась аж целых 70 дней? Я надеюсь, мы не будем столько играть. Дженго. Увлекательная игра, развивающая смекалку. Нужно строить башню из брусков одной рукой, вынимая их из-под низа и размещая сверху. Рано или поздно один из игроков вынет не тот брусок, и башня обрушится. Этот игрок будет считаться проигравшим. А вы знали? Падение Дженги изучается в американских школах на уроках физики. Все игры очень интересные и увлекательные. Можно часами играть в них, особенно когда за окном лежит снег, а ты сидишь с друзьями за приятной беседой, жуешь печеньки и запиваешь ароматным чаем. Вы, наверное, все на новогодние праздники смотрите «Иронию судьбы» и едите оливье. На столе стоят разные салатики и вкусности. Но я не вижу на них имбирных пряников и архисового масла. Безобразие! Спасаем ситуацию! Берем всех своих друзей и родителей и спешим на новогоднюю ярмарку. Кстати, о ней наш следующий сюжет. Софья Полянская отправилась на нее за хорошим настроением и подарками. Пришла зима, а вместе с ней Новый год. Этот излюбленный праздник детей и взрослых издавна сопровождался народными гуляниями, песнями, пушечной пальбою и колокольным звоном. Ну а наше время колокола заменил бой курантов, пушечную пальбу, яркие взрывы салютов, а танцы и веселье так и остались неизменными спутниками праздника. Ярмарка в парке революции тому хорошее доказательство. Захватывающие выступления группы Валенки поражают своей неординарностью. Люди слушают песни с неослабевающим интересом, а ноги тем временем сами пускаются в пляс. Представление закончилось, наступает перерыв. На Ярмарке представлено множество различных новогодних сувениров на любой вкус. Кто-то продает старые елочные украшения, кто-то деревянные фигурки, ну а кто-то самодельные мягкие игрушки. Холод и голод здесь не проблема. Помимо деревянных и тряпичных сувениров, тут также есть и съедобные имбирные пряники, украшенные глазурью и ленинцовыми уставками, ароматный клинтвейн, пахнущий корицей. Любители арахисового масла тоже могут порадоваться. Оно здесь есть и даже несколько видов. Арахисовое масло кремовое, обычное, это из неочищенного арахиса. Там очень много полезных веществ, благодаря сохранению шкурки в арахисовом. Но даже если сувениры распроданы, это место остается прекрасным. Несколько фотозон с вечными толпами детей и их родителей. А вам не холодно? Огромная красавица елка, изобилующая блестящими игрушками. И какая-то необычайная новогодняя атмосфера, присущая только этому месту. Повсюду лежит снег, актеры веселят публику, а прилавки полны разных вкусностей. Улыбка так норовит растянуться на губах. С вами была Софья Полянская, специально для программы «Охотники за лайками». Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Забудьте о заботах и неприятностях. И замечательным настроением. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин